Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Сегодня мы начнем первое отделение композиции, которое состоит из двух пьес. Они абсолютно разные по своей направленности. Вначале прозвучит фрагмент композиции из репертуара ансамбля «Орегон». Ее автор Ральф Тауна, один из создателей этого ансамбля. А пьеса называется «The Silence of a Candle» «Молчание свечи». В общем-то, это своеобразный реквием в память о погибшем одной из членов коллектива «Орегон». Его звали Колин Волкотт. Он погиб в автомобильной катастрофе. И вот эта грустная музыка. Ее, кстати говоря, джазом даже никак не назовешь, поскольку это что-то скорее камерное. Вот с этого мы начнем, а потом сразу перейдем к абсолютно другой музыке. Это фрагмент композиции Орнета Колмана. Это пьеса, которая называется «Рэмблинг», что означает «Скитание». Вот ее мы исполним как раз в стиле, который придумали уже поклонники Орнета Колмана. Вы, наверное, знаете, что Орнета Колмана – это гений, который придумал атомальный джаз, когда отказался от всего, что было в джазе вообще. И это было в 1958 году. Тогда его просто осудили все, и джазмены, и слушатели, и критики, сказали, что это вообще хулиганство, никакой не джаз. А через год его музыка произвела такое впечатление, что его уже выдвинули на премию Грэмми. А через 20 лет у него появилось уже не одно поколение поклонников. И вот один из коллективов, он назывался «Прайм Тайм», с которым Орнета Колмана сам стал играть, вот они исполнили его композицию, которую вы сейчас услышите, абсолютно в другом стиле, но Орнета Колмана не сопротивлялся и играл с ними тоже. А стиль называется «Фанк-фанк». Итак, «The Silence of a Candle» и «Рамблинг» по Орнета Колмана. А «Рамблинг» по Орнета Колмана. Субтитры подогнали Симон. 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 Констант Гарсенал, его зовут Марк Юсин, и мы переходим к вокальной части нашей программы. Сейчас вы услышите песню, в которой ярко видно, вот как может переродиться один человек, превратившись из популярнейшего среди панков певца, который вообще шокировал, вообще, вы знаете, панк-музыка, они шокировались своим поведением, своей внешностью, это был полный нигилизм, вообще все отрицали. И вот, повзрослев, он превратился, наоборот, в очень серьезного музыкарта и певца. Сейчас вы услышите песню с пластинки, который вот этот человек, которого... Ну, вообще его Элвис Костелло зовут. Он был кумиром панков. И вот в 2003 году вдруг выходит альбом, называется «Норд». Я знал Элвиса Костелло еще по панковским временам, я не верю своим глазам. Он выпускает альбам, где просто серьезнейшие пьесы. И музыка замечательная, и компонирует, и симфонический оркестр, и джазмены. И сам он поет, и играет на рояле, и поет очень непростые тексты. Вот сейчас пример такого перерождения человека из какого-то шокирующего всех нигилиста в серьезнейшего музыканта. Написано, что называется «Let me tell you about her». Пожалуйста, капец Моди. Пожалуйста, капец Моди. Пожалуйста, капец Моди. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты По имени Джина Ванелли Я напомню, может быть не все знают его Этот человек родился в итальянской семье в Канаде В англоязычной ее части Причем у него вся семья были очень талантливые люди Все играли на клавишах, все пели, сочиняли музыку И он, в общем, как только начал взрослеть Сразу добился самых высот по всем спискам в Канаде И вот кто-то сказал А почему Джина тебе не поехать в Америку И там не попробовать свои силы И вот он поехал И сразу же стал занимать первые места во всех списках По вопросу популярности Причем в ранге такой поп-музыки Хотя его пьесы Скорее можно отнести к сложным джазовым Или джазов-фанки-фьюжн пьесам Потому что там форма нестандартная И вообще гармонии совершенно никакие Да и тексты не относятся вообще к популярным песням Тем не менее Насколько это было все сделано талантливо Что он сразу потеснил чернокожих всех своих конкурентов Что не понравилось основным хозяевам этого бизнеса Его начали постепенно так вытеснять И им это удалось В общем, к началу 80-х годов Он понял, что его давят И он уехал И несколько лет скитался по всяким монастырям По буддистским Занимался йогой И еще больше набрался мудрости И когда он вернулся Сейчас он продолжает свою деятельность Ну, вы сейчас услышите пьесу Как она принадлежит именно К расцвету его творчества В середине 70-х годов Пьеса эта называется Fly into this night Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА